Всем привет! С вами Шима Радвитяз на своем канале. У нас утро, я уже собралась. Буду сейчас рисовать в парке соусом. С натуры не писала уже давно, в этом сезоне. Как раз пока Кирюха с Даршаном погуляют, я успею какую-то картинку нарисовать. Ну что ж, вернулась я с рисования пренерного. Добила я этот рисунок. Я его начинала до этого, в начале лета. Рисовала его тогда минут 40 час. Сейчас тоже где-то у меня минут 40 ушло для того, чтобы его добить. Такой вот папа. Это у нас рядом с парком на районе. У меня в папке много всяких рисунков. Она в основном как раз для рисунков, для графики, потому что их можно тогда хранить в таком виде. Очень-очень довольна этой папкой осталась. Уже показывала на своем арт-канале ее. Тут у меня и большие есть листы тоже для больших работ. То есть это можно целый ватманский лист сюда всовывать. А графику больше, чем ватманский лист я не рисую, поэтому это самый удобный для меня вариант. Также я сюда прикрепила А2 листочки. Это половина формата. Тоже вот это с натуры рисовала. Я немного картавлю, потому что я прикусила язык сильно. У меня постоянно эта проблема. Кирюха маленький. Вообще на арт-канале показывала уже листала эту папку. Наш друг Яша. Пченица моя Мадиша. И так далее. Вот так примерно у меня хранится графика. Вот эти пакетики я не убираю, чтобы не было сырости. И в принципе они в папке не мешаются. Что ж, сейчас пойду по магазинам. В планах зайти в наш любимый большой детский магазин детских товаров, всяких игрушек и так далее. Также посмотрю, что там рядом есть. Может быть, что-нибудь для дома посмотрю. Я сейчас в раю для детей. С Митей Тойс магазин. Тут есть абсолютно все, что только может быть. Даже электрокары какие-то. Смотрите, чего только нету. И для маленьких, и для взрослых, и для ванны, и для девочки, и для мальчиков. Чего только нету. Это мы позже будем брать. Всякие дартсы. Я хочу посмотреть циферки какие-нибудь. Что-нибудь с цифрами, чтобы Кирюха учил их. Вообще, смотрите, какие тут загоны для лошадок. Стоило. Пиццерия своя. Разные кафешки. Кухня. Лошадки любых цветов, какие только захотите. Все причиндалы для лошадок. Какие-то мороженые вены. Лодочки. Постирочная. В общем, просто офигеть. Чего только сейчас для детей не делают. Ну, а разнообразие кукол, как бы уже давно известно. Кресло парикмахера. Как вам? Ну, и, конечно, я в магазине художественных товаров встаю. Сейчас уже много чего взяла. Вон, поехали, мои товарищи. Папа наш на самокате. Кирюха на самокате. Киран! Привет! Маме помашешь ручкой? Помаши маме ручкой? Зашла в магазин случайно по пути. Столько тут классных штук для дома. Я, конечно, больной человек до этого дела. Я могу бесконечно покупать штук для дома. Вот это мне очень понравилось штучка. Классные сундуки. У нас уже есть сундук. Когда буду выходить, покажу, как называется магазин. Потому что я не помню. Куча фоторамок по очень хорошим ценам и хорошего качества. Вот всякие разные. И они очень легкие, кстати, вот эти верхние. Что немаловажно, потому что на липучке тяжело не повесишь. Так что фоторамки тоже здесь буду смотреть. Не только в Озде и Бинкью. Вон есть красивые, для Прованса стиля. Более классические с прищепками. Фонарей огромное множество тоже всяких. Разных и деревянных. Таких вот бамбуковых пледов. Кактусы искусственные. Вообще как настоящие не отличишь. Я даже сначала думала, что настоящие. Вот это, кстати, тоже очень классная штука. Ставить на стол. И тут все в разных темах. Морских каких-то. Деревянных. Пляжных. Ну, то есть морских таких поболовеческих, я имею в виду. И просто такой деревянный. И в французском стиле. Сейчас посмотрю себе наволочки какие-нибудь. Мне нравится вот такой стиль тоже, кстати говоря. Классные еще детские тут темы. И постельные белье. Вот эту табличку, думаю, купить. Очень понравились. Но я еще пока не придумала, куда поставить. Может, для лего будем использовать. Также очень классная вот на дверь вешается динозаврик. Я никогда не заглядывала в этот магазин раньше. Теперь я буду все время сюда ходить. Потому что очень много. И он... Причем этот магазин все время у меня на пути был, а я сюда не заходила. И все очень качественно сделано. Ну вот на первый взгляд, конечно, пока не постираешь, не поймешь. Но выглядит все очень-очень даже качественно. Взяла я рамку и коробку. Смотрите, какое милашество. Это такая подушка. Чувствую подушку, видите, динозаврика. Класс. Вот эти, кстати, ящики очень крутые. Тем, что они вместительные, высокие и очень маленькие. То есть они встанут в любой ванной, туалет. У меня уже все там есть, все куплено. А так, если бы не было, я бы вот такие задумалась взять. И вот эта полка, кстати, тоже очень классная. Вот еще вариантик. Такой. Вот такой. Корзин куча всяких для белья. И мне понравилось. Я задумалась вот над такой штучкой для хлеба. Железная. Посмотрим. Чумовые дождевики. Очень классные. Мне понравились. Короче, оказалось, что вот это хомбест, это часть Маталана. Сейчас уже в другом магазине. Выбираю Кирюхи рюкзак. Думаю, начать какой-то рюкзачок ему одевать, за которым можно держать за веревочку, чтобы с ним начать ходить в парк с самокатом без коляски. Туда, то есть, печеньки какие-то, еду его буду класть, воду и все. На себя рюкзак одену и буду с ним ходить. Фух, еле доперла. Купила я холст в итоге. Такой же, на котором писала и тут в последний раз. Тоже в хобби-крафте. Вот такие циферки купила. Есть намного лучше, на самом деле, на Амазоне. Там их много. То есть, можно двоичные делать цифры. И там плюсики, минусики, равно и так далее. Но я думаю, сейчас ему и этого хватит. А те потом закажем. Нашла офигенных животных. Вот целая коробка с фермой. И тут все-все-все есть лошадки. Киран очень-очень любит зверей. Поэтому я думаю, ему понравится. И они резиновые. Их можно мыть. Диевья какие-то, пальмы вон. Есть, конечно, вот эти все фигурки. Очень модельного качества. Я имею в виду, кто моделированием занимается. И там вот супер качественные они сделаны. Там каждая где-то фунтов по 14-20. А это я всего за 10 фунтов купила сразу всех. Я думаю, Кирюх сейчас пофиг, как они выглядят. Хотя, кстати, выглядят они очень даже прилично все внутри. Я так посмотрела, они покрашены толково. Не идеально, но очень даже неплохо. Взяла маленькие пузырики, чтобы с собой брать. Кир, оно начало. Это очень нравится. Очередной мячик. Папа наш посеял такой мячик до этого. Вот такую коробку Кирюх в комнату взяла. Лего, я думаю, все туда скинем. А то у него переполнилось, некуда ставить. Купила себе сразу шампунь для блондинок. Не пользовалась Джон Фрида, наверное, года три точно. Если не больше. И сейчас, надеюсь, их шампуни не стали хуже. Потому что мне, в принципе, они нравились, я помню. Хотя для блондинок я обычно L'Oreal Professional использовала. Но Джон Фрида тоже были неплохие. Почему говорю, надеюсь, что не испортились. Потому что, например, потому что для объема шампуни у Джон Фрида они были очень хорошие. Мне идеально подходили. Суперские, мои любимые были шампуни. Потом у них был ребрендинг. И как только они стали выпускать в такой вот темно-зеленой упаковке, они мне перестали подходить. Совершенно другое, не то, что было раньше. Эльзочка у нас тут лежит. Мы пристроили ее огромную вот эту лежанку под кресло. И очень удобно оказалось. Что ж, на этом с вами прощаюсь. Желаю всем отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok